Всем привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать о том, как отличить оригинал от подделки. Обычно я использую несколько способов, и эти критерии помогают мне реально понять, вообще я покупаю подделку или оригинал. Первое, на что вы должны обратить внимание, это неопрятный внешний вид флакона. Необработанные детали флакона, неровный шрифт, кривоватые надписи, названия могут быть с ошибками. Второе, и очень важно, это цена. Не стоит соблазняться на низкую стоимость. Как правило, подделки как раз стоят ниже, чем оригиналы. Третье, обращайте внимание на номер партии. Как правило, она указана на самом флаконе на донышке, либо на упаковке. Четвертое, магазин, в котором вы приобретаете парфюмерию, должен иметь так называемую декларацию, разрешение на торговлю парфюмерией. Она, как правило, должна быть размещена на сайте, либо вы можете попросить продемонстрировать ее непосредственно в магазине. Я лично это не пробовала, но я слышала, что есть такая декларация, и она должна, естественно, быть. У каждого респектабельного магазина, как онлайн, так и офлайн обычного магазина. Пятое, всегда до покупки читайте политику возврата товара на сайте, а также читайте отзывы о сайте, а также о самом парфюме. Как правило, есть ли отзывов мало или вы не нашли информацию о политике возврата, я не думаю, что стоит приобретать аромат в этом магазине. Шестое, клоны. Клоны – это не поделки. Клоны – это ароматы, которые производят нормальные компании с лабораториями, у которых есть лицензия. Они просто копируют, по сути, уже известные ароматы, но, как правило, они не имеют такого же красивого раскрытия, не настолько стойкие. Они не будут волновать вас в течение всего дня. И в отличие от реальных подделок, которые полностью повторяют оригинальный аромат, они производятся в нормальном месте. Они в подвале где-то, либо в каком-то подсобном помещении, без всяких норм санитарии и тому подобное. Седьмое. Обратите внимание на спрей флакона. Как правило, хорошие ароматы, дорогие, качественные, имеют очень хороший спрей. Если вы обращаете на это внимание и сразу замечаете, что со спреем что-то не то, либо он как-то неправильно нажимается, либо выпрыскивает мало аромата, это уже говорит о том, что, скорее всего, этот спрей очень дешевый и это, скорее всего, подделка. И, наконец, восьмой пункт. Никогда вы не поймете оригинал это или подделка, пока не нанесете аромат. Если явных признаков подделки внешне нет, нанесите аромат, послушайте его, только так вы сможете понять, насколько он оригинален. Если стойкость его из серии 5 минут, то, естественно, это не оригинальный аромат. Как правило, оригинальные ароматы, даже с очень низкой длительностью, стойкостью, они, как правило, минимум 2-3 часа точно будут держаться. Все подделки, конечно же, они вначале могут пахнуть приятно, но улетучиваются в течение 5 минут. Поэтому очень важно, когда вы делаете покупку не в онлайн-магазине, а в офлайн-магазине, нанесите аромат, погуляйте минут 10-15, потом только выбирайте. Надеюсь, мои советы были для вас полезными. Если у вас какие-то есть дополнительные советы, либо интересные истории, связанные с этой темой, напишите мне, пожалуйста, в комментарии. Спасибо большое за просмотр. Всем отличного дня. Пока. До встречи. Пока. 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 Продолжение следует...